Глава курорта принял участие в работе Межведомственной комиссии по организации и проведению детской летней оздоровительной кампании 2014 года. Главной темой обсуждения стала готовность здравниц Анапы обеспечить безопасный отдых детей. Наверное, очень символично, что в этот раз оно прошло в корпоративном центре оздоровления «Сибур-Юг». Это предприятие может служить ярким примером того, как эффективно и рационально можно использовать имеющиеся средства для создания комфортных условий летом для детей, а с осени – для взрослых отдыхающих. Перед началом совещания директор «Сибур-Юг» Дмитрий Ребрин провел главу курорта Сергея Сергеева по территории центра. Сергей Павлович отметил «достойный уровень организации детского отдыха». О таком классе комфорта для детей можно только мечтать. Центр оздоровления и в самом деле впечатляет. Здесь все от номерного фонда до пляжа и медицинского центра. Спортивных и игровых площадок сделано с уважением к своим отдыхающим. Территория пляжа огорожена, имеет свою спасательную станцию, на пляже современный душ, туалет, охраняемые входы и выходы. Одним словом, тема для начала совещания уже назрела из этой небольшой экскурсии. И поэтому глава города, открывая заседание, заметил, что у хорошего руководителя, а это очень бросается в глаза на территории центра «Сибур-Юг», во всем будет порядок. Очевидно, Дмитрий Сергеевич лично вникает во все. Именно руководитель и несет ответственность за все, что происходит в период летнего отдыха на подведомственной территории. Общий анализ ситуации по готовности детских оздоровительных лагерей к началу летнего сезона сделала заместитель глава города по социальным вопросам Людмила Мурашова. И в своем выступлении она продолжила поднятую главой города тему, отметив, что нашлись такие руководители здравниц, которые объясняют, что закрывают свои предприятия по причине ужесточившихся требований к содержанию материально-технической базы. Но разве в организации безопасного летнего детского отдыха может быть по-другому? Начальник территориального отделения управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Лариса Медведева подчеркнула, что изменилось в санитарных правилах и правилах перевозки детей автобусами, обратила внимание на недопустимость того, чтобы работу отдельные детские здравницы начинали без санитарных книжек. Медицинские работники «Жемчужины России» допустили сотрудников индивидуального предпринимателя Папандопола к приготовлению пищи для детей без санитарных книжек, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на весь сезон можно, соблюдая требования. Начальник отдела надзорной деятельности города Анапа МЧС по Краснодарскому краю Александр Гузенко отметил, что штрафы за нарушения выросли до полумиллиона рублей, дешевле будет не допускать нарушений в технической документации и неукоснительно выполнять требования пожарной безопасности. Заместитель начальника Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города-курорта Анапа Алексей Говоров отметил, что с 22 июня вступают в силу серьезные изменения в правилах перевозок детей автобусами. Теперь для перевозки детей автобус должен быть не старше 10 лет со времени его выпуска. Заместитель начальника отдела МВД по городу-курорту Анапа Андрей Раб доложил, с 15 апреля по 30 сентября идет операция «Курорт». В этом году значительно увеличилось количество прикомандированных сотрудников. Всего 233 человека, и ежедневно на дежурство будут выходить 130 сотрудников. Он рассказал на примере прошлого года, как действенны видеокамеры. Благодаря информации с них были задержаны серьезные преступники. В связи с тем, что 29 охранных предприятий на территории курорта будут охранять детские здравницы, он рассказал о требованиях к их работе. О том, что большая часть руководителей здравниц не прошла обучения по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, доложил в своем докладе заместитель главы города Алексей Харитонов. Из 44 здравниц только в 12 руководители отнеслись к этой работе серьезно. Непрошедшие обучения руководители не смогут принять квалифицированные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Заместитель главы города рассказал о важности паспорта безопасности и необходимости планов ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин подвел итог к совещанию, заметив, что в деле организации безопасного отдыха детей компромиссов быть не может. Работа эта не предполагает больших денежных поступлений, но все обязаны выполнять ее достойно, ведь дети – наше все.